Всем огромный привет! Сегодня видео будет посвящено моему небольшому заказу от компании Faberlic по 11 каталогу. И давайте посмотрим, что же я взяла. В первую очередь хочу показать вам две ароматные новинки, которые не могла я заказать из-за того, что долго их не было у нас. Это, по-моему, новинка девятого каталога, если мне не изменяет память. Это ароматизаторы для белья. Взяла я два вида. Это цветочный вальс и цитрусовый джаз. Есть там еще лавандовый, но так как я аромат лаванды не люблю, я не стала уж экспериментировать. И вот эти ароматы мне подошли, они мне понравились. У цветочного артикул 11276, а у цитрусового 11277. Эти ароматизаторы можно положить, например, в комод, где белье лежит, в коробке, смотря где вы храните белье, в шкаф, например. В этих пакетиках находились ароматизаторы, которые выглядят вот таким вот образом. Картонные они с крючком. Я этот крючок именно цветочный повесила на штангу в своем таком шкафу. Если его можно так назвать, то девочки меня смотрят и знают, что у меня стоит в спальне. И поначалу аромат очень сильный, он даже навязчивый, наверное, первые сутки это точно. Если только откроете упаковку, достанете, начнете принюхиваться, даже немножко спирта, мне кажется, отдает. Но ненадолго это все дело, буквально сутки аромат стойкий стоит на всю комнату. Но потом с каждым днем он все меньше и меньше выражен, он не такой сильный. И сейчас я его вообще практически не ощущаю, заходя в свою спальню. Я могу его ощутить только вот так вот, прям взяв вот этот саше, или как его правильно назвать, и принюхаться. Поэтому, наверное, недолговечное это дело. Я бы хотела, чтобы аромат был немного поинтенсивный, чем он сейчас есть. Но и не такой интенсивный, как он был изначально. Цитрусовый у меня лежит в комоде. И та же самая история, поначалу очень сильный аромат, прям даже комод закрыт, но все равно чувствую, что идет цитрусовый аромат оттуда. Но сейчас, если я достаю оттуда, допустим, постельное белье, то небольшой, очень-очень легкий аромат цитруса присутствует. И это мне нравится. Но вот в шкаф, может быть, из-за того, что такое большое, можно сказать, помещение, да, аромат быстро улетучивается. В комоде все-таки более замкнутое оно. Но, в общем-то, они мне все равно понравились и периодически, думаю, буду их обновлять. Новинкой этого десятого каталога было новое средство для мытья посуды, для чувствительной кожи. В составе присутствует гелевая вера, все то же самое от нуля плюс. Артикул у него 111.91. И немного состав здесь разнится с другими такими же гелями. А так как здесь указано, что вначале там просто, я сравнивала составы, там просто написано вода. Здесь же пишется более 30% воды. И знаете, мне показалось, что именно это средство, оно такое более жидкое. Может быть, более разбавленное, что ли. Соответственно, тратится больше. И мне очень-очень-очень понравился аромат. Он такой вкусный для меня оказался. Он какой-то парфюмерный, он цветочный, он пудровый немножко. Но мне прям очень понравился этот аромат. И с удовольствием буду также покупать его и далее. Понравилось средство. Также из косметики для дома. В этом каталоге сейчас идет скидка на кондиционеры для белья. Я решила себе взять свой любимый с ароматом орхидеи. Для меня это самый ароматный, самый вкусный цветочный аромат. 11-234 у него артикл. И буду также с удовольствием им пользоваться. Периодически я приобретаю у Фоберлик зубные щетки. Так как они мне очень нравятся. И зубные щетки со средней жесткостью щетин, которые идут с ионами серебра, я приобретала постоянно. Но вышли новые зубные щетки, которые также у нас очень долго не появлялись на складе. Это щетки с ультрамягкой щетиной. А мужа я все-таки решила взять со средней жесткостью. Так как мне они почему нравятся. У него зубные щетки, у них почему-то покупные, которые были в магазине. У меня был очень короткий век действия своего. Потому что они просто в ежик такой превращались. Эти же щетки от Фоберлик очень долго у него служат. И держат свою форму. Поэтому мне они очень-очень нравятся. Прочищают хорошо. И как-то мне нравилось. А себе я решила попробовать именно с мягкой щетиной. Так как у меня все равно после рождения второго ребенка проблемы с деснами иногда опять возникают. И решила я себе попробовать с мягкой щетиной. Но знаете, я бы не сказала, что эта щетина прям очень мягкая. Ультрамягкая нет. Она очень хорошо чистит. Я бы ее не назвала ультрамягкой. Так как она тоже жесткая. В общем-то, прочищает зубки хорошо. У нее здесь плоский срез. Очень-очень много щетинок содержится. Набито она хорошо. И все хорошо прочищает. В общем-то, я ей довольна. Конечно же, немного другой дизайн. С обратной стороны нет каких-либо выпуклостей для чистки языка. И немного другая сама рукоятка. Но мне ей пользоваться, в общем-то, удобно. Поэтому в дальнейшем я себе буду приобретать вот эту зубную щетку. А может со средней жесткостью. Следующее, что мне попалось, это чаи. Постоянно тоже приобретаю. Я их люблю за то, что они не сильно крепкие. Но и вкусные. Это Origin чай. Черный. Просто черный, без каких-либо добавок. И зеленый с жасмином. Два моих любимых чая. С удовольствием их пью. Мне очень нравится. Из новинок для себя решила я все-таки попробовать гель-спрей для ног с пребиотиками. Это, в общем-то, продукт, который появился недавно. Перешел он из компании Singara Faberlic. Но с добавлением. Немного с другим, получается, наверное, составом все-таки. А здесь довольно-таки неплохой состав. Содержатся различные масла. Пантенол, инулин, алантаин, масло лимона, еще какие-то другие 100 мл и артикул 1678 этого продукта. Почему я долго думала брать, не брать? Так как прошлое средство Singara по аромату мне абсолютно не нравилось. Я не знаю, мне аж прям противно, тошно было от того аромата. Он какой-то мужской был. И мне было неприятно, по крайней мере, им пользоваться. Но мне мама это средство брала и сказала, что аромат совсем другой. Поэтому я решилась тоже. Потому что вроде как и за ножками надо ухаживать. Тем более в летний период, когда мы носим босоножки, какие-либо шлепки, ноги открыты, все это грязь. Надо ухаживать за ногами. И решила все-таки приобрести. Это средство должно нейтрализовать запах, восстанавливать норму флору кожи, увлажнять кожу стоп, дезодорировать ее. И вот действительно увлажнять, дезодорировать. Также должна очищать и защитные функции выполнять кожу ног. Содержится здесь эфирное масло чайного дерева. И действительно в аромате этого спрея это чайное дерево очень хорошо ощущается. Здесь хороший распылитель и получается довольно-таки мелкодисперсное облачко. Все хорошо орошается. На ножку все хорошо попадает. Поэтому осталось этим продуктом тоже довольно. Ну и последнее из моего заказа было приобретено по баллам. То есть я деньги за него не платила. А те баллы, которые у меня накопились с прошлых заказов, я периодически трачу. Решила еще одно средство приобрести для себя для удаления лака с витамином F. Так как оно мне очень понравилось, отлично удаляет различные лаки. Здесь удобная помпа. Покупать я его не хочу, так как он стоит недешево, далеко не дешево в каталоге. А за бесплатно это очень даже хорошо. Мне оно очень нравится. И мало ли вдруг выведут или еще что-то. Поэтому решила себе его взять еще один флакончик в запас. Артикл у него 7197. Ну вот на этом все. Такой заказ у меня был нынче. Надеюсь, было вам полезно и информативно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А новые видео будут посвящены новинкам 11 каталога. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...